Как мы увидим в этом сюжете и в других, истоки многих текущих разногласий на Ближнем Востоке, а также множество конфликтов, происходящих на Среднем Востоке, лежат во Второй мировой войне. Я понимаю, это действительно больной вопрос. Найдутся те, кто по обе стороны этих конфликтов, люди, которые воспринимают эту тему близко к сердцу. Моя цель заключается в том, чтобы показать, что же в действительности произошло. Я призываю вас осмыслить это видео критически и сделать свои собственные умозаключения. Вернемся к событиям октября 1915 года. Британцы уже вели войну с османами. Напоминаю, что в 1915 году велась Дарданельская операция. К концу 1915 стало вполне понятно, что она стала провальной для всех союзников. Османы смогли дать отпор союзникам, те отступили. Британцы все же были способны дать отпор османам, когда пытались захватить территорию Суэцкого канала в 1915 году. Так разворачивались события. И вы понимаете, что британцы стремились к большему числу союзников в битве против османов. В частности, они хотели заручиться поддержкой арабов, которые сотни лет находились под властью османов. На экране вы видите переписку между верховным комиссаром Египта и британским верховным комиссаром сэром Генри Макмаганом и шарифом Мекки, Али ибн Хусейном, который стремился стать королем независимого арабского государства. Они ходили вокруг да около, начиная с середины 1915 года до начала 1916, не прекращая обсуждать, каким должно быть государство. Очевидно, что британцам была нужна его поддержка. Они хотели, чтобы он поднял восстание против османов. Он уже определил желаемые границы государства. Результатами этих событий стала данная переписка, которая имела место в октябре 1915 года. Это письмо сэра Генри Макмагана, адресованное Хусейну. Для меня большая честь обратиться к вам, от их лица, от лица британского правительства. И я не сомневаюсь, что следующее заявление вас порадует. Два района Мерсин и Александретта и районы Сирии, лежащие к западу от районов Дамаска, Хомсы, Хамы и Алеппо, нельзя назвать определенно арабскими. И их следует исключить из территории установленных границ. Здесь имеется в виду границы, о которых говорил Али ивн Хусейн в предыдущем письме. Итак, с учетом поправок, эта территория расположена здесь. Мерсин, Александретта — это Хамы, Хомск, Дамаск, то есть то, что он относит к этому региону, к западу от этих городов, вот эта область. Он говорит, нельзя считать эту область чисто арабской территорией, и я намерен исключить ее из границ потенциального независимого арабского государства. Продолжая. С учетом поправок, указанных выше и без ущерба для существующих договоренностей с главами арабского государства, мы принимаем эти границы. Что касается тех регионов, которые находятся в пределах установленных границ, в отношении них Великобритания вольна в своих действиях. Но она не должна затрагивать интересы ее союзника, Франции. То есть до тех пор, пока у меня не начнутся проблемы с Францией, я уполномочен от имени правительства Великобритании предоставить следующие гарантии и дать следующий ответ на ваше письмо. С учетом вышеуказанных поправок, то есть не включая эти территории, Великобритания готова признать и поддержать независимость арабов на всей территории в пределах определенных Шарифом Мекке. Фактически государство включало весь этот регион вот здесь и не только. Это современная Сирия и Иордания, Ирак и часть современной Саудовской Аравии. По существу британцы говорят, да, вы можете включить все это в свое независимое государство. Великобритания гарантирует защиту святых мест от внешней агрессии и признает их неприкосновенность. Я уверен, что это заявление уверит вас, вне всякого сомнения, в солидарности Великобритании со стремлениями арабов, что приведет к длительному и крепкому союзу, немедленным результатом которого станет изгнание турков из арабских стран и освобождение арабских людей от турецкого ига, которое в течение стольких лет оказывало на них такое пагубное давление. Это, на самом деле, помогает убедить арабов пойти против турков, против Османской империи. Они играют значительную роль в палестинской кампании. Они поднимают восстание в июне 1916 года. Когда я сделал видео о палестинской кампании, то получил несколько комментариев людей, цинично настроивших по отношению к намерениям британцев. И, похоже, британцы, на самом деле, были циничны. То есть Лоуренс, известный как Лоуренс Аравийский, часто изображался как загадочный персонаж. Человек, который имел родство с арабами. И его переписка с британским правительством на самом деле показывает, что, как сказал бы Джордж Буш, он был немного стратегом. Имел более циничный взгляд на эти взаимоотношения с арабами. Вот отрывок из письма, который он написал в начале 1916 года, как раз в то время, когда происходили все эти события. Здесь говорится, что он ссылается на возможное восстание арабов или деятельность Хусейна. Нам выгодна деятельность Хусейна, так как она соответствует нашим ближайшим целям – распаду Исламского союза, распаду и разрушению Османской империи. При том, что на самом деле он не говорил об этом. Это то, о чем британцы не упоминали в разговоре с Хусейном. Если у нас получится сделать так, что этот политический переворот будет жестким, мы аннулируем угрозу Ислама, направив ее против себя, в ее самое сердце. Затем будет халиф, то есть местонахождение Ислама в Турции и халиф в Аравии, в состоянии теологической войны. Это Лоуренс, отрывок из книги «Золотой войн. Жизнь и легенда Лоуренса Аравийского». И хотя он изображался как героическая фигура, стратегия его действий была хорошо продумана. К несчастью для арабов, в то время, когда британцы пытались склонить их к восстанию, они проводили тайные переговоры с французами на предмет того, как они поделят Ближний Восток, если смогут победить османов. В этот момент войны британцы уже достигли некоторого успеха в Месопотамии. Но на самом деле не начали палестинскую кампанию. То есть, все это были предположения. Представителем Великобритании был Сайкс, французским представителем был Пико. Все это происходило с согласия русских. На текущий момент в России не было революции, и в начале 1916 года в мае было заключено настоящее соглашение. Тайное соглашение. Соглашение Сайкса-Пико. Запишем это тайное соглашение между Британией и Францией, согласно которому они делят между собой всю территорию Ближнего Востока. Вся эта область, обозначенная синим, будет зазнята французами. Часть Восточной Турции или современная Восточная Турция будет отдана России. Британцы займут территорию Южной Месопотамии, обеспечивая защиту нефти, идущей из Персии. Нефть становится все более важным и более определяющим фактором мировой власти. Здесь у нас два протектората, которые в теории могли бы стать независимыми, или войти в состав независимого арабского государства, или попасть под защиту. Поставлю кавычки, так как протекторат не очень хорошо звучит. Под защитой французов и британцев, что означало, да, вы независимое государство, но если кто-то нападет на вас, мы обеспечим вам защиту. В реальности же протекторат обычно обозначает, что люди, обеспечивающие защиту, наделяются полной властью и влиянием. Соглашение Сайкса-Пико дает Британии доступ к Средиземноморью. Палестина, или римское царство Иудея, выделяется как отдельная международная собственность, руководство которой будет осуществляться несколькими государствами. И мне кажется, чтобы избежать споров, так как здесь святые земли, святые места многих религий, поэтому территория была поделена таким образом. Еще раз напоминаю, это все было втайне, им не нужно было, чтобы арабы об этом знали, так как им почти удалось убедить арабов восстать против османов. Итак, это держалось втайне. Вплоть до 1916 года, когда это соглашение было достигнуто, а затем, в 1917 году, имела место знаменитая декларация Бальфура. Перед нами та самая декларация Бальфура. Это письмо от министра иностранных дел Соединенного Королевства Бальфура, адресованное лорду Ротшильду, ведущему члену еврейской общины. И здесь он пишет. Уважаемый лорд Ротшильд, для меня большая честь донести до вашего сведения от лица правительства Его Величества следующее заявление о следарности со стремлением еврейских сионистов, которое было представлено на рассмотрении и получило одобрение Кабинета министров. Правительство Его Величества благосклонно рассматривает установление в Палестине национального очага, национального очага для еврейской нации и приложит все усилия для того, чтобы способствовать достижению этой цели, четко понимая, что не будет предпринято ничего, что может ущемить гражданские и религиозные права существующих в Палестине нееврейских обществ или права и политические статусы евреев в любой другой стране. Буду весьма благодарен, если вы донесете данные заявления до сведения Сионистской Федерации. Подпись Артур Бальфур. Здесь он неявно говорит, «Мы поддерживаем государство для евреев», но в то же время он подчеркивает, что поддерживает возврат национального очага для еврейской нации. И опять же в то же время говорит, это однозначно понимается, что не будет предпринято ничего, что могло бы ущемить гражданские и религиозные права существующих в Палестине нееврейских обществ. Стоит ли говорить о том, в какое неудобное положение это ставит арабов? С одной стороны, исходя из переписки Макмагана Хусейна, в особенности в 15-м году, когда им обещали независимое арабское государство, которое включало большую часть этой территории, но в то же время в декларации Бальфура британцы обещали еврейской диаспоре, что здесь будет их дом, который, возможно, однажды, кто знает, превратится в государство. Что еще усугубило положение арабов? Это случилось 2 ноября 1917 года. К концу ноября, как вы помните, в том году произошла революция, а в феврале и в марте 1917 был свергнут царь в России. В октябре к власти приходят большевики. Они хотят выйти из войны, им не на руку секретные соглашения. Непонятно, получили ли они то, что им полагалось в соответствии с секретным соглашением, поэтому они публикуют весь текст соглашения Сайкса-Пико. Итак, они выпускают его, и в том же месяце османы крайне этому рады, потому что видят, что арабы перестали верить в поддержку союзников. В течение месяца арабы узнают о декларации Бальфура, которая стала публичной декларацией, и затем, позже, в этом же месяце, о тайном соглашении Сайкса-Пико, которое опубликовали русские. И в результате арабы начинают вести себя осторожно. Как вы видите, Британская империя пытается убить двух зайцев сразу. С одной стороны, заручившись поддержкой еврейской диаспоры, а с другой стороны, получив союзника в лице арабов в восстании против османов, что в течение последующих десятилетий привело к значительным конфликтам. Неважно, какую сторону вы приняли, истоки нынешних конфликтов кроются в Первой мировой войне. Точно так же думает британское правительство. Здесь мы видим министра иностранных дел Соединенного Королевства, того периода, в 2002 году, им был Джек Стро. Он сделал это заявление в журнале New Statesman Magazine. Большинство проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня, последствия нашего колониального прошлого. Декларация Бальфура и противоречивые заверения, которые были даны палестинцам конфиденциально, и в то же время они были даны израильтянам. Опять же, интересная история, но отнюдь неблагородная. Это действительно только начало, как мы увидим в следующих видео, когда мы перейдем к межвоенному периоду, когда британцы возвращались к этому вопросу снова и снова. И нужно ли говорить, каким беспорядком это привело на современном Ближнем Востоке? Думаю, вы и сами об этом знаете. До встречи.